здравствуйте ваше внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках с вами сергей костенко и так сегодня в четверг мы отмечаем как валютный рынок продолжает стагнировать в ожидании эпохального события а именно окончания темы брекзита которая должна собственно которое должно собственно произойти уже завтра 29 числа как вчера заявила тереза мэй премьер-министр великобритании если до этого события местный парламент согласиться с ее планом то тогда есть возможность переноса в общем-то всей этой темы всей этой драмы на некоторый срок во всяком случае на два ближайшие месяца а сама тереза мэй может уйти в отставку в общем валютный рынок а в частности британский фунт на это практически никак не отреагировал рынки ждут уже каких-то фактов что называется им хочется уже мясо они хотят видеть какие-то реальные действия схожая картина также наблюдается переговорном процессе между китайцами американцами по торговле те новости сообщения которые появляются они по-прежнему являются противоречивыми что заставляет рынке продолжать маневрировать и двигаться фактически в каких-то боковых диапазонах во всяком случае та неопределенность о которой я уже говорю с начала этого года она по-прежнему никуда не исчезла вот уже третий месяц давлеет нависая домокловым мечом над финансовыми рынками вообще можно говорить о том что вероятнее всего такая картина продолжится и далее потому что с одной стороны рынки надеются на то что кризис в отношениях в торговых отношениях между китайцами американцами пройдет будут достигнуты какие-то соглашения ситуация с брекзитом как-то каким-то образом нормализуется центральные банки прежде всего конечно же фрс и ецб продолжат и далее финансировать мировые финансовые рынки вот такой вот странный термин появился последнее время можно говорить о том что вот эти вот факторы они с одной стороны поддерживают спрос на рисковые активы поддерживают какой-то оптимизм но с другой стороны и сдерживает его вот такая вот получается странная картина учитывая такие вот настроения на рынках и отсутствие каких-то ясных перспектив я хочу предложить вам сегодня две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах евро доллар и американский доллар японская иена на мой взгляд пара евро доллар будет и далее оставаться заложницей фактически начала рецессии в европе в еврозоне а также ситуация вокруг брекзита на мой взгляд пара будет и далее оставаться в боковом диапазоне но сегодня как мне представляется она может как подрасти так и снизится опять же на волне решения по брекзиту и в ожидании новых данных экономической статической прежде всего из германии и так как мне представляется пара может сегодня подрасти к отметке 1.1285 если будут какие-то позитивные новости по ситуации вокруг брекзита в то же время если этого не произойдет и рынок опять начнет переживать по поводу перспектив роста мировой экономики европейской экономики пара может продолжить свое снижение сначала к отметке 1.1220 а затем к уровню 1.1180 вторая валютная пара доллар японская иена как мне представляется укрепление иены как раз и характеризует общий настрой опасений которые существуют на рынках можно предположить что пара сегодня также может как подрасти так и снизится на волне событий вокруг брекзита и общих и формирование общих настроений на мировых рынках учитывая это я полагаю что пара может сегодня подрасти к отметке в 110.65 если риск аппетит все-таки подрастет на рынках и пара удержится выше уровня 110.15 иен за 1 доллар но если этого не произойдет и негатив все-таки будет превалировать на рынках пара может закрепившись ниже этой отметки в 110.15 устремиться к уровню 105.55 иен за 1 американский доллар ну что ж вот такая картина сегодня формируется на рынках перед открытием торгов в европе мы продолжаем следить за ситуацией на этих же самых рынках а с вами был сергей костенко желаем вам удачи и до новых встреч спасибо